Профильные министерства Свердловской области будут уделять особое внимание контролю качества жилья, предоставляемого людям при переселении из ветхих и аварийных домов. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвышев на заседании областного кабинета министров. Основными способами выполнения планов по расселению аварийного жилья в Свердловской области стали компенсационные выплаты для нанимателей социального жилья. В Нижнем Тагиле на 2019 и 2020 годы запланировано расселить 211 человек. Общая площадь более 3000 квадратных метров жилья. На эти цели из бюджета выделено 148 миллионов рублей. В 84 собственникам жилых помещений произведена выплата в объеме 69 миллионов рублей, а также приобретено 13 жилых помещений на общую сумму 24,4 миллиона рублей. До конца текущего года планируется произвести выплаты еще 11 собственникам на сумму 3,7 миллиона рублей и заключить муниципальные контракты на покупку 12 жилых помещений у застройщиков стоимостью 18,6 миллионов рублей. Сокращая объем аварийного жилья мы одновременно решаем несколько важных задач. Мы стимулируем инфраструктурное развитие территории, улучшаем внешний облик наших городов и сел. Самое главное создаем комфортные условия для жизни. Сегодня эту работу мы ведем в рамках реализации национального проекта и его регионального компонента, региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилья. И за минувшие годы нам удалось добиться заметных результатов ликвидации аварийного жилья. Напомним, Свердловской области благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» почти в три раза перевыполнены планы по расселению аварийного жилья в 2019 году. На 1 декабря уже переселено 844 человека. Под снос пошли дома общей площадью более 15 тысяч квадратных метров. При реализации программы будут учитывать изменения градостроительного законодательства, а также изменения стоимости строительных материалов и строительных работ.